Яркое, теплое весеннее солнце, зажигательная музыка сопровождали участников на протяжении всего соревнования. Некоторые школьные команды заявились на турнир смешанным составом и юноши, и девушки. Заместитель директора по спортивной работе городского центра спортивных и социальных программ Севастополя Оксана Криваченко рассказала, что соревнования плановые и для ребят это настоящий праздник. Называется у нас мероприятие «Севастопольская в родную гавань», оно посвящено возвращению Севастополя в Российскую Федерацию. Замечательная погода севастопольская, мы переживали, что погода будет плохая, но на самом деле все сегодня способствует проведению соревнований. Участвует у нас 2008-2009, 2009-2010 год рождения сегодня. Дети у нас соревнуются, обязательно получат все подарки, обязательно получат все сегодня заветные кубки из медалей, первое, второе, третье место. И сегодня у нас присутствуют школы 50-я, спортивный, художественный колледж, 39-я школа. Поэтому я сегодня думаю, дети получат не только хороший спортивный заряд бодрости, но и хорошее настроение. Оксана Криваченко отметила, что к спортивным мероприятиям привлекают ребят, которые приехали в Севастополь из республик ДНР и ЛНР, чтобы отвлечь их и вовлечь в спортивную жизнь полную радости и бодрости. Главный судья турнира Олег Куцик считает праздничный турнир хорошей возможностью отобрать талантливых ребят для крупных соревнований. Учитывая, что много новеньких ребят, девочек приходят, мы играем в ленточки. То есть это как бы азы регби. Это бесконтактное, то есть мы смотрим на детей, как они себя чувствуют при таких вот ситуациях, готовы они потом к контакту играть. Ну и естественно отбираем перспективных ребят, девочек и тренируем уже дальше по-взрослому. Спорт выбрала совершенно случайно, то есть искала просто чем занять время свободное вне школы. Вот и предложили попробовать себя в регби. Сначала не особо вникала в правила игры, было вообще непонятно, что, зачем, почему, мяч, какой-то странный. Вот, но чуть позже я вошла во вкус и до сих пор мне безумно нравится играть. На протяжении всего турнира ребята отчаянно сражались за призовые места и медали. В итоге золото завоевала команда школы номер 50, второе место заняли члены команды «Чайка», а бронза досталась команде «Баркас». Тем, кто в этот раз не стал победителем, достались утешительные призы. Екатерина Костейникова, Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севенформбюро. Спасибо. Спасибо. Спасибо.